В Беларуси повысят транспортный налог на некоторые виды автомобилей. Под нововведения попадают машины повышенной комфортности возрастом до трех лет. Также проектом кодекса предусмотрены увеличения ставок как для физлиц, так и для юрлиц на сумму не более 20 рублей. В стране из-за погодных условий 842 населенных пункта остались без электричества. Больше всего пострадали Бобруйский, Пуховический, Гомельский и Минский районы. Главной причиной отключений стало падение веток деревьев на линии электропередач. В восстановительных работах участвовала 231 аварийная бригада. В Беларуси дан старт отопительному сезону. Первыми почувствуют жар в батареях Минской и Витебской области. Сначала климат изменится в детских садах, школах, больницах и только после в жилых домах. Там потепление обещают при сохранении суточной температуры в плюс 8-5 дней подряд. В Беларуси собрали почти 2 миллиона тонн сладкой свеклы. Количество производимого сахара в республике полностью обеспечивает потребности внутреннего рынка. Также постоянно увеличивается доля экспорта. За последние 13 лет мировые цены на песок достигли самого высокого уровня. Причины – рост расходов на транспорт и засушливая погода. В Бавруйске снимут фильм о войне. Кинокартина получила название «Спасти капитана» и будет повествовать о подвиге советских солдат во время Великой Отечественной. Съемки стартуют 12 октября на территории овощехранилища в Бастионе крепости. Редактор субтитров А.Семкин